В Угульме прошел выпускной, не школьный. Аттестаты компьютерной зрелости получили бабушки и дедушки, что прослушали курс интернет-долголетия. На самом деле не прослушали, все записали, запомнили и усвоили. Как полагается, в таких случаях плакали, расставаясь с преподавателями и однокашниками. Обещали обязательно пересечься. Естественно, в социальных сетях. На это вручение пенсионеры пришли, что называется, при полном параде. Позади 72 часа нелегкой работы по приручению компьютера. В этой группе 29 человек, не одного двоечника или прогульщика, говорят преподаватели. Таких студентов пору ставить в пример. На мой взгляд, курсы прошли очень хорошо, на высоком положительном эмоциональном подъеме. Хотелось бы, дожив до их возраста, дай бог, быть такими же интересными, жизнелюбивыми. Мы их напустывали, чтобы у них мышь не убегала, чтобы у них была настойчивость, терпение, выдержки, как у учащихся, так и у преподавателей. До обучения на курсах многие компьютер даже не видели. Владели только двумя кнопками на сотовом телефоне. Зато сейчас они уверенные пользователи интернета. Могут общаться в социальных сетях, платить за жилищно-коммунальные услуги, не выходя из дома, смотреть кино и слушать музыку. Наградой за упорство стали не только новые навыки, но и новые друзья. Мы познакомились с такими же пенсионерами, как Тартия, которые отдыхают. И общались, обсуждали текущие проблемы. Много друзей приобрели, и со старыми пообщались. Проект интернет-долголетия оказался очень востребованным. Сейчас в Бугульме набирают новые группы. Так что связь поколений станет не только реальной, но и виртуальной. И у внучек и внуков в списке друзей в социальных сетях наверняка появятся прабабушки. Лилия Жданова, Полина Корнилова, Илька Махмедзянов, Вести Татарстан, Бугульма.